Саргунфлекс Пирожата, с вами Старпер и прохождение демки игры Bookwalker Книга Ходиц, что-то типа того, которую я уже немножечко играл и она мне оказалась весьма интересной, плюс ее обновили под какой-то ивент с демками, который сейчас проходит в стиме и поэтому я решил ее записать и показать вам, потому что проект необычный и по-моему будет точно интересный, надеюсь и вам понравится. А они все конфисковали. Вот уроды, здесь у нас крафтовый стол, но пока что крафтить нечего, пойдемте лучше по телефону поговорим. Интересно, чем их портрет Марка Бернеса не устроил, хз, шум грустный. Да, вчерашний заказ пошел не по плану. Да, простите, заказ не засчитывается? Я почти достал. Нет, мы договорили, что ты выполнишь 7 заказов и под выполнишь, я имею ввиду выполнишь, а не почти выполнишь. Просто я, если хочешь вернуть способность писать, тебе лучше сфокусироваться. Не я, не мои клиенты такого терпеть больше не станут. Если нужно достать предмет, ты его достанешь. Если нет, забудешь навечно о возможности писать. Новый заказ у двери. Боже. Ну, пойдемте заберем новый заказ. Кто-то убежал по лестнице вниз. Эй! Я видел, если что, коробку. Мне просто интересно, что здесь есть. Я сюда не спускался еще. О, серебряный слиток и яблочко. Прекрасно. Равнозначные предметы такие лежат в этом шкафчике. И мусор. Мусор, яблочко и серебряный слиток. Почему бы, как говорится, и нет. Заперто, но здесь тоже. Я только вошел. Согласен. Смысл уходить, если только вошел. Блин, а что за фрезы? В первой домке фрезов не было. Лужику я его на стол. Ту-ту-ту-ту-ту. Оп. Так. Открывай. Нет. Сначала давайте форточку откроем. Кстати, да, если что, там на двери, я не знаю, обратили вы внимание или нет. Вот. А, я его забрал. Там, короче, было свидетельство. Уведомление о выселении. Что, как бы, намекает на то, что у нашего главного героя проблемки, помимо того, что он не может писать. Так. Сколько же тут всего? Номер 31-25. Пойло. Ну, в смысле, пойло. Зелье бессмертия. Потом. Вот у нас этот чувачок. Потом. Эй, куда? Вырезка из биографии автора. Воевал в Бребердене в химическом полуку. Жена погибла, пока он был на фронте. был взят в плен и вернулся на родину только 25 лет спустя. Это ужасно. Все, больше ничего не могу. Ну, и тут предмет, который мне нужно достать, это как раз вот это вот зелье бессмертия. Видимо, сюда мне нужно будет запихать. Ну, что, погнали в книжку. Сейчас вы удивитесь, я думаю. Тремная камера. Та-дам. Терпеть не могу эти переходы. Начинай привыкать. Погоди, где это мы? Ты нашу книгу опять переписал? Это не наша книга. Наша книга пока подождет. Сейчас есть дела поважнее. И что у тебя за дела в чужом произведении? Нужно кое-что забрать и быстренько смыться. Забрать из чужой книги? Ты совсем мозги растерял? Тебя выследят за плагиат через пару часов. Так, слушай. Снимает клетку с братом с шеи. После того инцидента... Инцидента? После твоей... Гибели? Издатель расторгнул контракт. Он потребовал, чтобы писательская полиция надела мне вот эти. Вы стукаете оковами на запястьях друг от друга. Я не могу больше писать, пока они на мне. Какого? Вот же. И когда их снимут? Пару лет? Они вечные. Меня навечно отстранили от писательства за то, что случилось. Ну, я нашел того, кто поможет их снять. Не совсем законным путем. Но придется руки запачкать. Вот этим. Погоди. Ты уверен, что ему можно доверять? Не думаю, что выбор у нас есть. Так, и... Найдем в этой книге эликсир бессмертия и извлечем его для заказчика. Да, это плагиат. За плагиат пожизненное дают. Ну, этим зельем мы закроем один из семи заказов, что я должен выполнять для него. Семь заказов. Стоит рискнуть, как по мне. Ну, может, больше тут нечего обсуждать. Вешает клетку с брата обратно на шею. И вот основная игра у нас выглядит вот так вот. Одни кости остались. Зелья здесь нет. Смотрите. Дверь в коридор. Заперто. Есть идеи. Есть разные варианты, что можно сделать. Я, кстати, не пробовал вот это, не пробовал вот это, но хотя мне кажется, ничего не сработает. Давайте попробуем. Хрясь! Вы сложите слабый треск в области лопатки. Резкая боль проходит по всему телу. Минус 1 хп. Прекрасно, боже. Головой в следующий раз попробую. Нет, я, пожалуй, не буду. Я знаю, что нужно сделать. Мы подобрали только что предметы, нужные для крафта. Пойдемте, сходим к нашему крафту. В столу. Крафтим отмычечку. И даже сразу две на всякий случай. Вот. И вернемся в книгу. Надеюсь, такие переходы будут не слишком часты, потому что, ну, это все-таки немножко занимает время, как вы видите. Так что, наверное, стоит или впрок крафтиться, или типа того. Ну иди, что здесь? Выпирающий камень. Ну-ка, ну-ка. Лобысь. Записка. Старая записка. Если повезет, то на тебе могут опробовать зелье бессмертия. Че тут думать, соглашайся. Ну, звучит неплохо. Табличка заключенного. Джейсон Литтл, 28 лет. Тестируемое зелье P4 вызывает непредсказуемые мутации. Результат непредсказуемый. Заказчик королевства Рузвера. Цель применения неизвестна. Объем производства в единичном экземпляре. Конечно, здесь у нас не такой небольшой пиксель хантинга намечается, как вы можете понять. Стальной шлем давайте-ка заберем. Ого, двуголовый. Похоже, это необычная тюрьма. Ага. Надеюсь, остальные ее обитатели в таком же состоянии пребывают. Ну, мертвые, в смысле мертвые. Так, старая бочка. Вряд ли мы найдем зелье бессмертия в обычной бочке. Проверим разбить ногой. Ты тысяч. И здесь у нас тряпки. Тряпки это полезно. Вот уже я всякого по нас собирал. Пойдемте. Попробуем выйти заперто. Использовать отмычку. Так, стерильный блок. Дверь в камеру. Посмотрим. Почка. Забираем. Пойка. Матрас весь прогрызен, как и кровать. Цепь. Цепь идет вниз. Можно использовать что-то тяжелое, как противовес. Чтобы поднять груз на том конце. Шлем заключенного. Давай. Так. Здесь у нас планеты 14 штук и инструмент. Найс. Не понимаю прикола, короче, зума. Возможно, какие-то... Ну, то есть, я думал, призумия будут мне показывать, подсвечивать предметы, но нет. Так, лома у меня пока что нет, но он появится. Не сомневаюсь. О-о-о, здорово. Грибушки. Клебушек. Бумаги и сгоревшие бумаги. Бумаги. Соль какой-то написанной бессмыслицей, но и сгоревшая. Уже так. Судя по положению тела, он умер от удушья. Хорошо так хорошо разбираться в этом всем. Так. Вот здесь, в проеме в стене проходит обычный электрический провод. Погоди. Откуда в старинной тюрьме провод? А еще быть, куда он ведет. Провод уходит в темноту за стену. Что находится там, непонятно. Выдернуться из стены меня не убьет? Меня убьет. Вас сбьет всеми двумя стами двадцатью вольтами. Того что текли по проводу. Какого черта ты делаешь? Отпустить провод. А, ну не убило. Ладно, меня пожалели, походу. Такс. Ну, на выход. Там ключ лежал, как вы видели, слева. Среди клубов горячего пара на стальной решетке лежит ключ. Коснуться ключа кончиком пальца. А-а-а! Да что же ты делаешь? Ключ был очень горячим. Твою мать, как горячий. Кричо. Пока вы кричите от боли, ключ падает вниз в решетку. Откуда-то снизу раздается тихий звон. Ну и, соответственно, нам нужно спуститься вниз. Здесь лестничка туда даже. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Можно здесь спуститься. Есть груда шлема. Шлемы заключенных. Сколько же людей здесь побывало? Погоди. Погоди. Ты не слышишь? Ты о чем? И сейчас нам покажут боевую систему. Есть у меня на данный момент три удара. Каждый из ударов тратит определенное количество чернил. Как вы видите, вот этот удар, который самый клевый, тратит у нас больше всего, соответственно, ударов чернила. Ну, а этот меньше всего. Ничего. Интересно, 1, 2, 3 здесь работает? Нет, не работает. Нужно выбирать курсора. Ну, ладно. Опа. И это критулечка. Сразу на 5, но здоровье у него 6. Чтобы я, значит, не расслаблялся. Неплохо. Это его, пожиратель чернил. Интересно, откуда они здесь? Может, и другой писатель был тут перед нами. Надеюсь, он неделю ищет. Надеюсь, надеюсь. Похоже, это главный выход. Так, попробуйте отмычку. Треск. Может, не стоит? Вы продолжаете крутить отмычку в замке. Треск усиливается. Кусок отмычки остается у вас в руке. Ладно. Отмычку я сломал. А нет, она еще вон на один раз пригодна. Ну, ладно, хорошо. Давайте сюда посмотрим. О, приветик. Зона испытаний. И внезапно происходит вот это. Я первый раз нифигово удивился. Что за... Ну, ничто не намекало на вот то, что это может быть какая-то такая лаборатория клевая. Голубая сера. Забираем. Может пригодиться. Согласен целиком и полностью. Поднятая лестница. Ну, с ней я ничего сделать не могу. Рабочий стол. Здесь у нас арматура. Потому что, да. Где еще лежать арматуре? Так, давайте бумаги заценим и потом... Ниже приведет длинный список подопытных и результатов испытаний. Подопытные 124, 125, 126, 127 мертвые. 128, пока что без статуса. Облупленная стена. Дырки отпули в ней. Пленник. Я слышу твои шаги. Это опять ты, ублюдок. Я не стану твою дрянь больше пить. Отпусти меня наконец-то. Сначала давайте осмотрим его. Футболка с логотипом группы Division. Вся в дырках отпули. Ага. О чем это нам говорит? Никогда не слышал об этой группе. Да не группа. Футболка в дырках. На нем проверяли эликсир бессмертия? Ну, наконец-то. Отпусти меня наконец-то. Так, снять с головы пленник камешок. Думаешь, стоит? Почему нет? Ты лицо на свое видел, бумажное? Нужно задать ему пару вопросов об алхимике в спокойной обстановке. А если он твое лицо увидит, на спокойную беседу можно не надеяться. Ну, приветик тогда. Ты еще кто? Ты не алхимик. Его помощник, небось? Я и тебя вот делаю, только руки мне развяжи. Сейчас вы все тут огребете. Пленник пытается вырваться из пута или скорее делает вид, что пытается. Кажется, он все-таки больше напуган. Алхимика тут нет. Я здесь по своим делам. И что тебе от меня нужно? Может, развяжешь? Так. Что за группа у тебя на футболке? Нужно задавать реальные вопросы. Да хер его знает. Я ее с какого-то типа снял. Ого, многозначительно смотрит на клетку брата. Да вы издеваетесь. Струпа? Струпа же снял? Струпа, ты чего? Просто в баре пьяный валялся чел, а свое я пивом облил. Фух. Ну ладно. Что тебе нужно? Так, почему футболка вся в дырках? Этот придурок стрелял в меня. Алхимик? Ага, алхимик этот чертов. Постоянно нес какую-то чушь. Еще словечки у него проскакивали, будто он из средневековья явился. Я вообще ничего понять не мог. Так что он с тобой сделал? Напоил какой-то дрянью на вкус, как... Пробовал когда-нибудь Orange Bull? Нет. Вот, очень похоже. Это же товарный знак, они рекламу в этой книге купили, что ли? Тихо. Напоил, короче, меня зельем своим, и давай стрелять. Я такой боли никогда не чувствовал, будто мне все тело... Ну ты же жив. Хм, как-то я не подумал об этом. Как ты здесь оказался? Меня похитили. Что последнее, ты помнишь? Ммм, я сидел в баре с собор, знаешь? Нет. Владельцы отвалили кучу бабла, чтобы им парни из реверси восстановили собор великого Бернара. Сейчас, блин, все, у кого деньги есть, восстанавливают себе что-нибудь. Стоит его денег, но когда ты еще пивка попьешь в соборе, которого уже 300 лет как нет. Так, ладно, с кем ты был? Ты один был? Ну, сначала один сидел, потом, помню, подсил ко мне какой-то тип. Алхимик? Не, какой-то тип. Говорил, что он ученый из института, что ли? Это все, что я помню. Очнулся, я уже здесь. Молчу, уйти. Куда ты? Не бросай меня, не останавливается. Я все еще тебя слышу. Почему ты уходишь? Ускорит шаг. Ой, стоп, стоп. Открытый чемодан, моя тема. Оружейный чемодан, пистолета не хватает. Грустно и печально. Я бы сейчас его с удовольствием себе заимел. Так, лестница вниз, но давайте сначала попробуем. О, я забыл пожирать или чернил залутать. И, наверное, на всякий случай, учитывая, что у меня 3 хп, я думаю, есть смысл скушать и облачко. Давайте сюда попробуем спуститься сначала. Вот здесь у нас ключик. Сосуд с пеплом, пепел. Забираем, забираем. Мухоморные, ну, определенно мне пригодятся для чего-то, я уверен. А вот и ключ. Остывший на еще влажный от пара. Взять его будет проще простого. Чую тут какой-то подвох. Ага, опять решетка, опять ключ. У меня тоже плохое предчувствие. Из глубины тюрьмы доносится вопль. Это еще что? Не отвлекайся. В момент, когда ваша рука натрагивается до ключа, снова раздается вопль, ключ, будто ожидавший этого, тут же проваливается вниз. Тьфу ты! Ожидаемо. Так, бойлерная. Инструменты забираем. Ржавые трубы. Люк, похоже, люк ведет вниз, в котельную. Есть чем его поднять? Нет, нечем его поднять. Пока что давайте подлутаемся. И нужно вернуться. Трубы ведут вниз, да. Нужно вернуться обратно в реальный мир и скрафтить себе лом. Ну, потому что так и происходит обычно. За столом ты крафтишь себе лом из говна и палок. Почему бы и нет? Так. И вот теперь мы его откроем ломом. Скелет. Кузьки стали, забираем. Печь. В печи что-то не догорело, похоже на какой-то кристалл. Ваша рука явно не пролезет между прутьями решетки. Тянусь ломом. Вы шарите ломом, постоянно на кристалл остается на месте. Проклястье не достать. Вы отряхиваете рукав от пепла. Попробуйте использовать чернила. Давай. Вы добавляете каплю своей крови. Чернил на решетку. Вы ощущаете свой контроль на частице этого мира. Не перебарщи с этим. Без тебя разберусь. Вы раздвигаете решетку голыми руками. Она легко гнется, повинуясь вашей воле. Неплохо. Забираем кристалл. Далее. Так, что за кристалл? То ли меня похилило, то ли больше мне дало здоровья. Что-то я не выкупил слегка, что произошло. Инвентарь. А, вот. Голубая и серая это для крафта. Арматура, понятно. Красный свинец, компонент красный свинец. А где? А где? Ну, ладно. Потом разберем. Что-то произошло, но я что-то отвлекся и не понял, что. А есть у меня какой-нибудь... Нет, нет. Ладно, давайте сюда пойдем тогда. А вот и ключик. Ключ лежит на твердом каменном полу. На этот раз никаких решеток. Стой, не трогай его. Что-то здесь нечисто. Взять. Задерживать дыхание. Вы поднимаете ключ. Ничего дурного не происходит. Ключ у вас в руках, грязноватый от кремационного пепла и уже совсем холодный. Ну, осторожность еще никому не вредила. Осталось открыть дверь. Опа, колечко. Похоже, кольцо не расплавилось в огне крематория. Знаю я один крематорий, где регулярно расплавляется... Ой. Кое-что другое. И это не... Ладно. Что за херня? Где мы вообще? Мы в месте, где можно попробовать что-нибудь лутануть. Хлебушка там, например. Бумаги. Грег, я видел кого-то в крематории вчера ночью. Либо сюда грабитель забрался, либо один из экспериментов алхимика с бессмертием сработал. В любом случае, будь осторожен. В смысле, не надо, чтобы срабатывал эксперимент с бессмертием. Не хочу я бессмертных врагов. Контейнеры заполнены пеплом. Не учитывая, что это крематорий. Контейнер со стрелянными гильзами. Так, а можно мне ту, из чего стреляли? Пожалуйста. Видимо, нет. Старинное письмо. Приказываю все драгоценности и яства доставить Виктории Броминской, дочери Эзмунда III, в срок не позднее трех дней. Подпись глава алхимического центра Александр Митийский. Митийский, да, все правильно прочитал. Так, стремянка, похоже, лестница достанет до верхнего этажа. Прекрасно. Молот. Ой-ой-ой. Мастан, 1д мистол. Вот так. Ну, смотрите, как до хрена, но чернил тратит, это просто жесть. Так. Демидж 1, да? Вот этого можно попробовать убить сразу. А, хотя стоп, кри-демидж 5, а вот этого убил сразу. Так. В таблище. Мастан. Так, теперь мы дрянем чернила отсюда. Хорошо. Делаем вот так. Забираем. Что это было? Включить тюрьму, это понятно, а где, где эта красивая штука? Вот. Драгоценности, ясно, просто драгоценности. Хорошо. Забираем монеты, забираем молот. Мы видели пару стен, которые жаждают с этим познакомиться. Серебряные слиточки еще. Ну, го, наверх. Нижний холм. Клетка. С кольцом. Ага, и это вот эта дверь. Может быть, вернуться обратно, я думаю. Или попробуем сюда сходить. По-моему, здесь... А, вот, все, понятно. Я теперь понял, где. Видели пару стен, которые с ним жаждают познакомиться. На самом деле, я что-то не припоминаю таких стен. Пойдемте обратно, сходим. Может быть, где-то я все-таки их видел, по мнению... ...авторов игры. Так. Восстанавливаем чернила, потому что... Ну, потому что надо. И хлеба захалываем. Кстати говоря, заколоченная дверь. У меня же есть лом. Заколоченная. Использовать лом. Посмотрим. Разморженный скелет. Они явно не хотели, чтобы он убежал. Во, трещина. По стене идет трещина. Пробить молотом. Ты столько шума наделаешь. Из соседних книг люди сбегутся. Поплевать на ладони. Ту-ту. Ничего не выходит на лице, которое вы создали для себя не от рта. Печалька. Что ты делаешь? Схотите сразу ударить. Бах! Молот немного выскользуется из рук, и удар получается слабым. Стена выдерживает. Хм. Вы чувствуете на себе взгляд брата, который уже подбирает слова для насмешки. Лучше поспешить ударить снова. Бам! В этот раз вы бьете уверенно. Удар разносит стену. Дыра достаточно велика, чтобы попасть на ту сторону. Что-то хотел сказать? Пока ничего. Так. Ящик опять надо все замутать, прежде чем дальше двигаться. И вот здесь, возможно, что-то интересное будет. Алхимический ингредиент. Зеленая соль. Похоже на... Да, похоже. Такое ощущение, что я буду что-то тут выкрафчивать себе. Через какое-то время. Так, ну, по крайней мере, теперь я знаю, как выглядит стена с трещиной. Как бы странно это не звучало. Погнали. И можно будет пообращать на них внимание. Здесь ничего похожего нет. Здесь тоже. Ну, какие-то звуки появились в стране, вроде их не было раньше. Так, Брайан Литтл. Тестерма зелья Биг-1. Результат пропорционального увеличения роста. Заказчик кормя королевства Смуратер. Военная цель. Объем производства. Массовое производство. По 120 партий зелья каждые полгода. Делали, короче, больших этих солдатиков. Джордж Хамстерфелл. 34 года. Тестерма зелья Ном-12. Вечный голод. Результат мутации, позволяющая прогрызать и поглощать большую часть известных материалов. Заказчик аноним на лицо. Вечная цель. Единичный экземпляр. А здесь Максим Бендерстон, 42 года. Розет-16 бессмертия. Результат частичное восстановление отдельных конечностей. Но полноценного эффекта бессмертия добиться пока не выходит. Что, конечно, печально. И здесь тоже трещин никаких нет. Блин, а где ты видел кучу стен с трещинами? Я прям тебе интересно встала вдруг. Где? Где? Ну, давайте в ту сторону прогуляемся, прежде чем идти на выход. Так. Ну, здесь никаких нет. У частян. Ну, спустимся. Может, где-нибудь здесь? Куда тоже не похоже. Или может это просто, блин, фигура речи была, что их пара или как он там сказал. Ладно, ладно, пойдемте на выход тогда в этот. Ну, в дверь в центрального входа. Поднимайся. Вот сюда, шички. Что нового? Достать ключ. Ключ идеально подходит к замку. Фух. Бочки, 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 бочки. О, надпись на бочке. Провиант и ингредиенты для лаборатории Александра Метийского. Внутри пусто. Да что ж такое. Дверь к выходу. Э, так стойте. Человеческий скелет без головы. Бочка. Бочка. Забрать. Заложенный проход. У меня здесь молот. Вы чувствуете ветер, проникающий сквозь щели между кирпичами. Похоже, кто-то замуровал вход в лабораторию. Извне. Так, я-то пробил. А здесь что? Ничего. Ну, давайте тогда сходим сначала назад. Вот здесь же у нас еще дверь была. Интересно же, что здесь и зачем. А еще у меня куча всякой алхимической, точнее, компонентов я насобирал. Вот здесь, по-моему, кстати, будет этот. Ну, локацию нам расширят колбы, сколянки, порошки, греалхимических ингредиентов, котел. Да-да-да, вот оно. Так-так-так. Что-нибудь еще? Котел, кстати говоря, что в химических котелах рядом валяются всевозможные сосуды и книги. Судя по запаху, последний раз тут готовили какую-то крайне едкую кислоту. Прочесть книгу с рецептами. В книге множество закладок. Руководство приготовлению кислоты. Разъедающая кислота. Зеленая соль плюс синяя. Сера плюс красный свинец. Очередность неизвестна. Прочесть заметки. В книге множество закладок. Заметка о соли. Никогда не начинай с соли, никогда не заканчивай солью. То есть соль посерединке будет из трех компонентов. Остальные заметки. Сера. Свинец не клади перед серой. Перед серой. То есть свинец последний. Соль посередине. Получается так. Страница разъедена брызгами кислоты. Проклятие. Значит. У вас есть все компоненты. Значит. Свинец не клади перед серой. Значит сначала серой, потом соль, потом свинец. Кислота готова. Неплохо сработала. У меня здесь что-нибудь. Кроватка. Кровать аккуратно заправлена. Похоже на ней. Никогда не спали. Возможно. Уг. Ноутбук. На столе светится ноутбук. Ты умеешь этим пользоваться. Встречал такие в паре книг. Ничего сложного. Рассмотреть рабочий стол. На рабочем столе старинный портрет какой-то женщины. Снизу подпись. Виктория Браминская. Дочь Азмонда III. Бременский музей. 1201 год. У него только браузер установлен. Больше ничего. То, что? Неважно. Открыть браузер. Всего две вкладки открыты. Первая. Информация о захоронениях Бремена XI-XII века. Он искал древнее захоронение. Точнее одно. Могилу Виктории Браминской. Должна быть его девушка. Тогда он наверное за ней. И рванул с зельем. Если ты прав, то нужно поспешить. Добрось. Дай ему хотя бы увидеться с ней. На это нет времени. Вторая вкладка. Переписка с начальством. Месяц назад. Он пытался убедить их дать ему огнестрельное оружие. Чтобы проще было проверять, сработало ли зелье бессмертия. Цитирую. Ибо худо мне было ножом кривым душу губить. Дело тяжкое и дело скверное. Деловой подход. Выходит, ему разрешили владеть огнестрельным оружием для опытов? Да, из этой лаборатории нет возможности сбежать, поэтому они согласились. И хотел сказать, не было. Вы смотрите на расплавленную кислоту и стену. Угу. Надеюсь, он недалеко ушел. История поиска. Хм. История поиска. Курсы вождения онлайн. Плюс куча названий каких-то и химических элементов. Ну да, последнюю тысячу лет химия не стояла на месте. Это да. Так, лужа кислоты. Кто-то расплавил стену едкой кислотой. Она уже растеклась по полу, так что теперь тут не пройти. Ну не то, чтобы я собирался. У меня теперь своя кислота есть, если что. Ну мне теперь интересно. Ладно, давайте сначала сюда. Вы опускаете лестницу, тут можно быстро спуститься вниз. Я даже понял, что это за лестница. И возможно, у нас здесь можно как-то с этим чуваком послышать твои шаги. Это опять ты ублюдак? Нет. Я думал, может быть, типа, когда я буду готов отсюда уходить, его можно освободить. Но не похоже на то. Ну ладно, тогда сюда погнали. Ну, на выход. Так, дверь, бумаги. Бумаги сначала заценим. Старая записка. Александр Митийский, знаменитый алхимик, совершил дерзкое преступление, которое потрясло все королевство. Мерзавец приготовил нашему королю зелье, обещав, что оно принесет ему вечную жизнь. Но зелье это оказалось ядом. Приказываю отсечь алхимику голову, а дьявольское логово его замуровать. Советник покойного короля Эзмунда Третьего. Неплохо. Так, вот что означает, блин, этот крестик. Что можно двигать предметы эти. Прикольно. О, нифига себе, насколько больше комнаты на самом деле. Так, блин, я увидел, как бы, такие еще штуки, и теперь я хочу пойти их подвигать. Записка. На все деньги, что поступят от заказчиков, езжай в Розентаун и закупи ковров роскошных дат. Отправь их Виктории, как и в прошлые разы. Нормально так, чувака, это, приплюснуло. Ой! Футы просто тараканов, господи, я уже испугался, если честно. Так, ну что, давайте высечим у кого-нибудь скритули. Не останемся один на два, уравняем, так сказать, шансы. Вот так. Восстановимся. И еще восстановимся. Возможно, не самое мудрое решение восстанавливать не здоровье, а эти чернила. Ну а что делать? Вот мне показалось, что так будет хорошо. Так, материалы. Бумага. Яблочки. Схема сборки. Схема восстановления тюрьмы от простых деталей к более сложным. Материалы. Контейнеры со всякой всячиной, кирпичи и доски. Все, что ли? Дверь наружу. Я не хочу наружу. Пойдемте, ребят, я схожу и по вот этим вот все пошевелю ящики и так далее. Ну, увидимся, короче, рядом с ними через секунду. В общем, ничего интересного я так и не нашел. И это как-то немножко меня расстраивает. Ну, в любом случае, ну, я имею в виду интересного под теми штуками, которые можно двигать. Ну, просто теперь я буду иметь в виду, что такая механика здесь есть. И мне не обязательно будет возвращаться обратно, чтобы что-то там подергать. Вот, все, давайте, дверь наружу, посмотрим, что здесь. Тут даже замка нет, чтобы его вскрыть. Ну, скорее всего, открывается только с той стороны. Похоже, они вообще не планировали выпускать алхимика отсюда. Что будем делать? Кислоту используем. Вы откупориваете бутылочку с зельем. Воздух наполняет едкий запах. Листы на вашей голове начинают медленно сворачиваться и высыхать. Ну, сработало для алхимика, сработает и для нас. Давай. Понюхать бутылку? Нет. Вы выплескиваете содержимое флакона на дверь. Металл слой за слоем начинает облезать и стекать на пол. Неплохо. Пошли быстрее, пока и тут целая лужа не образовалась. Хорошо, только... Бам-бам-бам! Выстрелы? Это где-то рядом, быстрее! Научный институт, коридор. А чё, нет ничего? Дверь. Ну, кроме дверей. У-у-у, кто-то застрелился. Или его застрелили. Папка с бумагами. Куча отчетов. Застреленный человек. Видимо, какой-то местный руководитель. Три пулевые хранения в голову. Да, точно самоубийство! Монитор компьютера покрыт брызгами крови, но под ними можно разглядеть открытый документ. Хочу посмотреть, что тут. Давай быстрее, а то алхимик уйдет. Прочесть недописанный документ. Отчет. Дата. 31.04.45. Прогресс по зелью А1. Зелье вечной жизни. Вчерашняя 344-я попытка, проведенная алхимиком, была неудачной. Тело подопытного уничтожено в утилизаторе. У нас осталось только четверо подопытных. Придется вскоре приостановить исследование на пару месяцев. Алхимик перестал препятствовать процессу, предполагая, что он уже близок к... Текст обрывается. Видимо, они рассчитывали, что он по доброй воле отдаст им зелье. Так. Почту посмотрим. Три свежих письма. Остальное спам. Счет из реверсия. Итоговый счет за работу, проведенную в период с января 1942 по август 1945 года. Первое. Смежоатомное восстановление окружения для проекта тюрьма общей площадью 327 квадратных метров. 14 миллионов долларов. Смежоатомное восстановление человека. Образец. Череп, отделенное тело. 1403 год. 47 попыток воскрешения. 18 миллионов 300 тысяч долларов. Они пытались воскресить алхимика 47 раз? Боже. Дорогон обошелся. Письмо инвесторам. Уверяю вас, все идет по плану. Да, услуги реверсия обошлись нам дороже, чем мы планировали, из-за дополнительных попыток возрождения алхимика. Но эти затраты полностью себя окупят, мы уже реконструировали тюрьму. Теперь дело за малым. Дождаться, пока алхимика установит рецепты эликсира бессмертия. Сейчас мы работаем над ускорением доступа к подопытным. Ну, это вполне ожидаемо. Злодеи-богачи хотят жить вечно. Избитая тема даже для такой старенькой книги. Соглашусь, но сюжетный поворот со временем показался мне неплохим. Письмо от начальника охраны. Я понимаю, насколько важна лаборатория Т-17, и могу вас заверить, я полностью ручаюсь за Джона. Ранее он работал охранником в главном офисе Биллари, а до этого был моим личным телохранителем. Так что ему я буквально доверяю свою жизнь. Пост-скриптум. Касательно новых дверей между научным кабинетом и полигоном. Уверяю, открыть их изнутри просто невозможно. С такими замками вам и Джон не нужен. Ничего интересного. Ну, как оказалось, возможно, открыть было бы желание. И опознание в алхимии, конечно же. Так, что-нибудь еще здесь есть? Не похоже. Выходим, что ли? Так, здесь тоже горячего. И последняя дверь, которая у нас есть, господи, пальба. Застрельный человек. Охранник уже мертв. Не успел идти до него, пока он был жив печальным. Книга учета посетителей заполнена аккуратным почерком. А чего утонуть нельзя? Охранник на предмет оружия. Город. Такси. Это был он, алхимик. Ты уверен? Да, быстрее за ним. Давай в такси. Быстрее, за той машиной. Водитель смотрит на вас в ужасе. Идиот. Говорил же использовать свою нормальную внешность, а не эта бумажная пугала. Как еще он должен был на твое лицо отреагировать? Сменить внешность? Или выкинуть водителя из машины? Я хочу сменить внешность. Вы тратите пару капель чернил. Ваше лицо медленно теряет очертания и принимает совершенно новый облик. И это еще что за лицо? Где ты его взял? Здравствуйте. Улыбается в сторону водителя. Глаза водителя расширились в полтора раза сильнее, чем при первом взгляде на вас. Похоже, ваша трансформация напугала его еще сильнее. Ну, значит, нет времени на это. Выбрасываем его из машины. Объятный страх, а водитель почти не сопротивляется. Вы прыгаете за руль такси, вешаете клетку с братом на зеркало заднего вида. Быстрее, гони за алхимиком. Погнали. По идее, сейчас дымка должна закончиться. Это такой хороший, логический момент. Или нет? Кладбище Бремена. Алхимик. Алхимик медленно ползет в сторону входа на кладбище. Похоже, из-за аварии у него сломана нога. Скорее обе. И рука. Еще. Чуть-чуть. Продолжить наблюдать за ним. Алхимик продолжает медленно ползти вперед, преградить ему дорогу. Только будь с ним помягче, ладно? У меня нет времени быть мягче. Перевернуть его и молча обыскать. Алхимик с огромным трудом пытается сопротивляться, но вам не составляет труда найти флакон с зельем, спрятанного у него в правом кармане пальто. Ну вот и все, дело сделано. Виктория. 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 Иду за его возлюбленное, помнишь? Мне. Наср. Мне Наср. Брать. Брать. Ты же понимаешь, что забрав у него зелье, он всегда исчезнет из книги. И из его истории. Он столько раз достигал своей цели с каждым из читателей. И теперь этот цикл оборвется. Он больше никогда не воскресит своего возлюбленного этим зельем. Придурок, я делаю это, чтобы тебя спасти. Спасти? А о чем-то я мертв. Когда я верну возможность писать, я впишу тебя в свою книгу. И ты продолжишь жить там. А, отлично. И чем я с алхимиком различаюсь тогда? Может, его тоже кто-то вписал сюда? Да, скорее всего, так и было. В память об отце или сыне или брате. Решай сам, что делать. Захлопнуть в клетку с братом. Ах ты убы! Клац. Брат заблокает на полусловие, будто из динамика резко выдернули шнур. Есть идея. Широкими шагами вы подходите к мусорной корзине. Внутри лежит бутылка недопитой газировки. Коллекция ностальгия. Флеон 70-х. Сгодится. Вылить остатки. Вы выплескиваете остатки на асфальт. Вы переливаете половину эликсира бессмертия в опустевшую бутылку, липкую от сладкой воды. Вторую половину в оригинальном флаконе вы отдаете алхимику. Он оживляется и хватает зелье трясущейся рукой. Толь, что не сломано. Ты извини за... Кажется, он не слышит вас. Опираясь на ограду, он медленно ползет к воротам кладбища. Выйти из книги. Юз. Готово. Может, курьер ждет внизу? Нужно проверить. Пойдемте посмотрим. Курьер! Ты где? Курьер? Вы достали предмет? Да. Оставьте чемодан в дверной проем. За дверь не заходить. Ладно. Как-то невежливо это даже прям. О! Вот оплата. С вами свяжутся. Баксы! Неплохо. Теперь можно и поспать. Я дико вымотался. Пойдемте поспим. Стоп. Когда строили наш дом, а этого завода еще не было. Ага. Вид отличный на кирпичную стену. Да, тут я согласен. Так, а где нам поспать-то? Это, видимо, соседи, а это кухня. Ну, там так и написано. Кухня. Ой-ой-ой, что-то я застрял. Ванная почему-то заперта. Блин, почему фрицы такие? Не было фризов. Раньше. Ну, что, поспим? Поспим. Как же я устал. Две недели спустя. Куда тут? О! Баксы пригодились, судя по всему. Дверь бы еще научился запирать за собой. Было бы вообще хорошо. Есть заказ. Я беру. Доставлен до двери. Что-то еще? Ты выполнил уже три заказа. Но твое поведение внутри книг нас беспокоит. Если привлечешь внимание писательской полиции, мы не сможем тебя защитить. Сам разберусь. Ну, то есть на этом демка не заканчивается. Серьезно. Ну, то есть не то, чтобы мне хотелось, чтобы она закончилась. Я просто удивлен. Поэтому. Ну, пойдемте заберем новый чемодан. Ту-ру-ту-ру-ту. Идем, идем, идем. Так. Сколько же тут всего? А, про этот контроллер погоды. Круто. Хочу. Пускай будет всегда солнце и клево. Локомотив поезда. Вы стоите в душном локомотиве поезда. Ух, тут градусов 50, не меньше. М? Ты чего? Это последний шанс. Если этот заказ провалим, новых уже не будет. Слушай, откуда нам было знать, что парень решит поломать свою волшебную палочку? Ну, просто давай будем повнимательнее. Что ищем? Вырвайтесь в листовке. Контроллер погоды. Хм. Звучит, как что-то довольно заурядное. Тут явно какой-то подвох. Иначе за него не платили бы такие деньги. Панель управления. Рация. На радиопанели мигает огнек. Рядом видна затертая кнопка. Принять вызов. Сначала осмотрим. Старое засыпанное песком оборудование. Слева динамика прибита. Стальная табличка с номером 42. Нажать кнопку. Из-за радиопанели резко достается. Говорит Риндов Палакши. Я безвременно заменяю старшего метеоролога. Голос принадлежит совсем еще юноше, но звучит уверенно, будто он всю жизнь руководит поездами и по рации. Есть кто с 10-й по 40-й радиос? Это мы? Да нет. А хрен его знает? Мы 42-й. Или 24-й. Ну, наверное, мы в радиусе. Наверное. Блокослышно. Какой у вас номер? 42. Кажется, Питт того. Думаю, Питт уже не выйдет на связь. И вот его рядом? Тут скелет на кресле. Он что-то записывает. Спасибо, внес в реестр. Видимо, более Иисуса я на прошлой неделе. Поздравляю, мы новый владелец 42-го, поэтому я обязан проинформировать вас. Братья среди 10-го, по-казаковой, ожидается буря смерти. Вам хренует двигаться в сторону города, так можно будет укрыться. Ну ладно, попробую запустить поезд. Буря смерти. Офигеть. Так, так, что у нас? Вещи водителя. Берем. И это тоже берем. И это тоже берем. Буртовый журнал весь в песке. И похоже, что больше ничего не берем. Окей. Панель управления поезда. Мука. Запустить поезд. Нужен ключ. У меня его нет. Взять старое фото. На фото изображена блондинка с хвостиком. Должна быть дочь старого владельца поезда или его жена. Опачки. Давайте кого-то сюда вот. Или я не могу сюда. А куда я тогда могу, если не сюда? Да и куда? Давай сперва с поездом разберемся. Справедливо. Так, что, что, что тут? Масляный бак. О, нет, что там? Там масляные жуки внутри. Видимо, они все выжрали. И что ты имеешь против жуков? Постучать по баку. Внутри бака что-то скребется. Слушай, может пешком до города дойдем? А ну валите из бака. Не, не лезут. Боятся. Сильнее постучать по баку. Из бака внезапно выпрыгивает жук масложор. Расплющить кулаком. В смятку от жука на баке остается жирный зеленоватый след. Хорошо, что у меня уже не может стошнить. Так, в баке не осталось ни масла, ни жуков. Влить масло из канистры. Бак небольшой, он заполняется почти до краев. До города точно хватит. Так, у меня же ключ нужен был. Так, стоп, нужно мы тело оболтаем? Ну, конечно. Запустить поезд. Вы запустили поезд. Отлично. Он прав. Поезд удалось запустить, но он еле едет. Сейчас разберемся. Топливная панель. Перед вами топливная панель. Все датчики показывают средний показатель, кроме одного. Давление третьего цилиндра. Открыть крышку. На обратной стороне крышки висит засаленная записка. Давайте посмотрим. Кому бы не достался этот поезд? Надеюсь, это не ты, Пит, мудила. Давление третьего цилиндра в этом поезде постоянно скачет. Уж извините. Хотя нет, извиняться не буду. Раз вы это читаете, мне уже плевать. Сами разбирайтесь. Шучу. Попробуйте постучать по панели. Мне это помогает. Обычно удача с поездом. Ну, с этим ты точно справишься. Легонько стукнуть панель. Что-то внутри звякает. Что-то натрещает. Поезд и начинает медленно набирать скорость. Что же, это было несложно. Поезд набирает скорость. Вы поднимаете рацию. 42-ра. Отличная работа. Вижет и набирает скорость. Погода в последнее время совсем изглесилась. Особенно тут в городе. Вчера нас чуть более грустно не накрыло. Такого не случалось. Я тут уже. А буря обычно обходит в город? Конечно. Всегда находят только буря и радости. Остальные избегают города почему-то. Словно их кто-то контролирует, да? Скорее всего, брат сейчас погрегивает. Хм. Что могло так повлиять на погоду? Не знаю. Все началось после того, как скончался старший метеоролог. Да спрости наконец про контроллер погоды. Да погоди ты. Скажи, а ты никогда не слышал о контроллере погоды? О чем? Устройство такое, чтобы погоду контролировать. Ха-ха-ха. Ты же шутишь, да? Думаю, он ничего не знает. Видимо, старший метеоролог владел контроллером. Нужно будет расспросить в городе о нем. Если бы у нас было что-то такое, было уже. Мы, конечно, не плохо, мы зажили. Ладно, вижу, ты уже прибываешь. Удачи в городе. Ну да, сэр, садник. Все, приехали. Город-ворота. Ой, никто. Мне срочно хочется в нижнем углу нажать на значок пушки и прицелиться ему в башку. Не знаю, почему. Охранник безуспешно пытается открыть дверь поезда. Он замечает вас. Эй, привет. Он бросает взгляд на ваше лицо, но, видимо, решает ничего о нем не спрашивать. Тут парень решил пробку на входе устроить. Бедняга попал в бурю страха по пути сюда. Теперь от него толку не добьешься, а мне нужно всех впустить в город, пока воля не пришла. Давайте я попробую с ним поговорить. Попробуй, только будь с ним помягче, бедняга не виноват случившимся. Посмотрим, бесшумно открыть дверь отмычкой. Эй, кто там в двери ковыряется? Предупреждаю, я вооружен. Давай, может, не будем? Эй, приятель, ты там? Да. Тише, тише, я 42-го поезда. Дженкинс, это ты? Дженкинс мертв в паре. Я умею утешать. Ты убил его? Не, похоже, одна из этих ваших бурь. Не верю, убийца! Похоже, эту ситуацию мирно не разрешить. Вы набираете налом всем телом. Какие-то механизмы внутри начинают тихо скрежетать. Еще чуть-чуть, под нажми. Плац. Похоже, замок открыт. В лерь без труда отъезжает в сторону. В углу локомотива, закрыв голову руками, снизил худощавый парень. Эй, приятель. Парень поднимает глаза. Он видит ваше лицо, и его глаза начинают медленно расширяться. Проклятие. Был ли хоть один случай, когда твоя бумажная башка действительно сыграла нам на руку? Глаза парня все еще расширяются. Или она нам только проблемы создает? Хм, дайте-ка подумать. Глаза парня открылись до предела, теперь открывается рот. Хм, нет, ни разу твоя внешность дебильная нам не помогла. Почему ты не хочешь выглядеть, как нормальный человек? Парень издает пронзительный крик и выбегает из поезда. Вы видите, кого вносится в пустыню на свечу буря? Ну, проблему ты, конечно, решила по-своему. Ну, не скажу, что ты сработал идеально. Простите. Ладно, я сейчас отгоню его поезд, а твой загоню в город. Ты пока поднимись на таможню и оформлю визит. Окей. Скорее, поднимайся наверх, буря уже близко. А, и где мне тут что оформить? А вот, кто-то есть. В темном и прохладном кабинете сидит контроллер. Он поднимает на ваши глаза и скучающим голосом произносит. Номер поезда. 42. Он копается в бумагах. Вы, Рональд Майлз? Нет. Вы нашли тело Рональда Майлза? Нет, я нашел тело Пита Дженкинса. Он записывает. После Майлза перешел к Дженкинсу, а теперь контроллер поднимает глаза на вас. Меня зовут Этьен. Просто Этьен, да. Так и за Пиэшем. Он одет в поношенный пластер, она ржавая клетка на груди и далее. Ну, не такой уж и поношенный. К лицу он смотрит на вас и снова пускает взгляд. По-видимому, изуродовано. Хо-хо-хо-хо. Ну, это уже ничего. Контроллер не реагирует. Вот ваш билет. Он протягивает старый желтый билет, который, судя по виду, не один год переходил из рук в руки. Стандартное посещение города на 4 часа. А можно больше? Вы обязаны продать все вещи предыдущего владельца поезда прежде, чем покинуть город. Займитесь этим в первую очередь. Я думал, они теперь мои. Контроллер молча смотрит на вас, пытаясь понять, шутите ли вы или правда ничего не знаете. о местных обычаях. Поезд принадлежит вам, вещи, людям. А если я не успею продать за 4 часа, вещи переходят людям. Ладно, спасибо. Проходите. Он открывает турникет. Выход в город. Стойте, там что-то было вроде. Я почудилась. Так. Ты кто? Ваш билет, пожалуйста. Дайте билет. Ага, желтый. Она достает из ящика песочные часы и засыпает в них песок на 4 отметки. Затем вешает их на стену среди других. 4 часа пошли, удачи в городе. Я ищу метеоролога. А? Где мне найти главного метеоролога? Ну, в верхнем квартале, где же еще? И как туда попасть? Себе? Никак. Ну, да только местных пускают же. Бродягам с поездов путь закрыт. Спасибо. До скорого. Большая локация. И все. И вот на этом обещание большого приключения в будущем демка все-таки заканчивается. Ну, не знаю как вам, а мне прям заходит очень-очень хорошо. Буду ждать. О, блин, я нажал на закрыть и вместо главного меню меня выкинуло, в принципе, на рабочий стол. Ну, так вот, буду ждать полную версию игры и с удовольствием, думаю, ее пройду. А вы, я надеюсь, с удовольствием посмотрите, как я это делаю. Спасибо большое, пожалуйста, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой твич и ютуб. Залетайте в дискорд и телегу. С вами был Старпер. Всем счастливо. С вами был Старпер.